МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три вида оздоровления – реабилитация переболевших коронавирусной инфекцией, реабилитация тех, кто контактирует и контактировал с пациентами с коронавирусной инфекцией, их группой риска, и третий вид – это экскурсионные маршруты по заповедным местам нашей Ульяновской области. По словам Валентины Карауловой, от желающих проехаться по региону нет отбоя. Общение с историей и природой успокаивает. Один из санаториев, занимающихся оздоровлением медиков – Раддон. Зная уровень оборудования и программу оздоровления, утвержденную региональным Минздравом, врачи и медсестры стремятся попасть на реабилитацию. Можно выбрать процедуры самим. Все бесплатно. Программа рассчитана на 7-12 дней, в зависимости от разных категорий наших коллег. В программу мы разработали и включили такие мероприятия, которые направлены на седативный эффект и на иммуномодулирующий эффект. Раддон – не единственный санаторий в регионе, где медики получают помощь. Ульяновцы могут отправиться в санатории «Сосновый бор» имени Владимира Ильича Ленина, «Дубки», «Прибрежный», «Белый яр». Несколько сотен медиков уже получили и получают лечение по программе, другие – на очереди. Главная проблема для них – оторваться от работы, ведь ее сейчас очень много. Тем не менее, главврачи находят возможность отпустить сотрудника на оздоровление. Программа оздоровления, конечно, прекрасная. У нас условия работы очень сложные, учитывая ситуацию в стране. В общем, я работаю в ковидном инфекционном госпитале. Вне зависимости от прежней вместимости комнат санатории, заселяют по одному. Везде санобработка рук и всех поверхностей. Те, кто проходит реабилитацию, знают о вирусе не понаслышке, поэтому меры предосторожности исполняют неукоснительно. Сами медики говорят, что концерты в больничных дворах, конечно, здорово, но расслабляющие процедуры помогают набраться сил, чтобы работать дальше. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова